Всем привет! Меня зовут Александр Склягин, и на этом канале мы говорим про образование за рубежом. Если вы когда-то интересовались обучением в США, то, скорее всего, вы что-то слышали про университеты Лиги Плюща. Это самые элитные и престижные в мире университеты. Допустим, в Лигу Плюща входят такие вузы, как Йель и Гарвард. В эти вузы практически нереально поступить, даже если вы очень умный, или у вас есть по 70 тысяч долларов в год, чтобы оплачивать свое обучение. В Лиге Плюща учились президенты различных стран мира, ведущие бизнесмены и какие-то другие лидеры мировых мнений. И сегодня мы сделаем интервью с Анастасией Статковской. Это русская девушка, которая училась в Колумбийском университете. Это университет Лиги Плюща. Допустим, в Колумбийском университете учились Барак Обама и Уоррен Баффет. И что самое интересное, она училась в этом университете с полным грантом, то есть университет полностью спонсировал все ее расходы на обучение, при том, что она не была каким-то ботаником-зубрилой, а за счет многолетней работы над собой, улучшая свой английский и улучшая свое резюме, она смогла поступить в один из самых престижных вузов мира с полным грантом на обучение. И прежде чем мы перейдем к интервью, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе и других видео по образованию за рубежом. Полисер Prize-winning автор, Херман Волк, once wrote, «Within the rectilinear boundaries of 114th Street and 120th Street of Broadway and Morningside Drive, there is a peaceful oasis of the life of the mind, defiantly independent of the surrounding marketplace racket of Manhattan. The best things of the moment were outside the rectangle of Columbia. The best things of all human history and thought were inside». Настя, мы с тобой достаточно давно знакомы, не помню, уже три или четыре года. Я с тобой познакомился, когда ты, наверное, даже больше, да, когда ты, по-моему, первый или второй год отучилась в университете. Ты училась в университете Лиги Плюща. Я знаю, что у тебя такой достаточно интересный процесс поступления туда, причем ты училась на гранте, то есть, насколько я знаю, ты полностью спонсирована была университетом, ничего не платила за обучение. Расскажи свою историю вообще, как ты поступила, за счет чего тебе дали грант, потому что ты не являлась спортсменкой, каких-то, ну, насколько я знаю, там, экстраординарных достижений у тебя нету. То есть, расскажи, как вот все это так получилось. Процесс поступления у меня был очень долгий. Я поступала три года. Первый год меня не взяли вообще ни в один университет. Во второй год я подала, по-моему, 30 университетов, потому что я хотела, чтобы меня уже точно в какой-то взяли. Меня, мне кажется, из 30 там взяли какие-то два, но они были такие не очень хорошие, какие-то прям маленькие колледжи. Они мне предложили очень маленький scholarship, но мне просто не очень хотелось бы ехать в такие университеты. И я решила еще раз пробовать заново подавать антикету, улучшать ее, пересдавать экзамены. И на третий год меня уже взяли в очень хорошие университеты. А ты когда это начала заниматься? В одиннадцатом классе или когда ты начала подавать? Да, я начала, ну, и на самом деле это было поздно, и поэтому у меня заняло три года. Я начала заниматься подготовкой в начале одиннадцатого класса. Ну, получается, если я начала как бы в начале одиннадцатого класса осенью заниматься только и готовиться, и мне уже тут же надо было подавать документы. Понятно, что я не была готова, и экзамены я там тоже не очень хорошо сдала. Ну, и было логично, что меня не возьмут как бы никуда. Вот, и готовиться нужно было заранее начинать. Так что если у человека есть цель поступить сразу после школы, то нужно готовиться, конечно, заранее, года за два, я бы вообще даже знаю. Ну, именно вот в такие престижные университеты Лиги Плюща или что-то аналогичное, да? Да, да, потому что экзамен нужно сдать на приличный очень уровень языка. Анкеты у тебя тоже должны быть очень хорошие, эссе должны быть очень сильные. Обычно ты пишешь о нескольких эссе, но это уже по требованию университета. Одно эссе будет личное, о себе ты там рассказываешь какую-то свою историю, и оно должно быть очень интересное, там должна быть какая-то изюминка. Ты должен что-то такое о себе рассказать, чтобы университет понял, что нам вот именно такой человек и нужен. Чтобы ты выделялся из толпы, там, если ты приезжаешь из России, надо же вот что-то такое показать, там, например, чем наша русская культура отличается, и вот какой я принесу разнообразие. В общем, показать что-то такое, почему ты какой-то особенный, да, ученик. Да, надо все свои особенности. И еще там обычно несколько эссе, которые дает сам университет, они задают тему, и ты должен по этой теме отвечать. Обычно они очень маленькие, это очень сложно ответить на вопрос грамотно и очень коротко. Они это специально так делают, чтобы просто понять, человек соображает нормально или нет. Вот. Ну вот и все. И потом ты просто заполняешь. Вот это самая сложная часть. И экзамены, конечно, самая сложная часть. За счет чего тебе дали грант, что твое обучение полностью оплачивалось? То есть ты говоришь, на второй год тебя взяли, но уже там все равно нужно было что-то платить за обучение. А третий год уже приглашали бесплатно. Я думаю, за счет того, что ты должен прям очень грамотно продумать свою заявку, всю вот эту анкету. Ты должен выбрать себе университет, в который ты очень хочешь поступить. И ты вот прям читаешь про этот университет. У каждого университета есть своя какая-то идеология, свои какие-то цели. Они чего-то определенного ищут своих студентов. Ты очень это внимательно изучаешь, и свою анкету нужно подстроить вот под этот лад. То есть показать, а вот во мне это и есть, я вам именно вот такое-то привнесу. И нужно именно это грамотно продумать. Потому что, например, меня там взяли в колумбийский университет, он самый лучший, но не взяли в какие-то университеты, которые намного хуже. Потому что анкета у меня была направлена на колумбийский. То есть для другого университета она не подойдет именно такая, хотя она была хорошая. Но они просто искали там чего-то другого. И логично, что они отдали свое место тому, кто может там привнести больше в этот университет. И я думаю, вот за счет этого. Ты знаешь, какой примерно шанс? Сколько человек вот на этот грант, на это бюджетное место? Какой примерно конкурс? У меня был конкурс, я уже когда поступила, узнала об этом. У нас был конкурс три гранта в год на всех иностранцев. Ну то есть со всего мира. На факультеты или вообще на весь университет? Вообще в университет. То есть ты когда поступаешь, да, ты не на факультет конкретно поступаешь, ты поступаешь просто в университет. И когда ты уже приходишь туда, ты выбираешь, где ты хочешь учиться. Ну в общем, больше шансов стать космонавтом, чем поступить в такой университет на грант. А на какие баллы ты сдала экзамены? Ты не помнишь, когда уже тебя принимали на грант по TOEFL, по SAT? Какие у тебя были баллы? Да, TOEFL у меня был очень высокий. Я не знаю, какой там сейчас максимум. 120, по-моему. У меня было 111. Это очень высоко. Но проходной был 100. Я его четыре раза пересдавала. У меня не было с первого раза. А началось с того, какой у тебя примерно первый балл был, не помнишь? По-моему, 70. 70 низкий был. Ну это низкий вообще очень. Да. Вот. А потом у меня был 111. А SAT я сдавала. Очень много раз тоже пересдавала. 12 раз. Ничего себе. У меня, ну там, по-моему, сейчас, не знаю, сколько сейчас. У меня тогда было 2400 максимум. Вот у меня 2000 было. Это проходной тоже был 2100. Настя, ну а ты как считаешь? Вот три человека у вас было в бюджетных местах в университете. За счет чего одно из этих мест дали тебе, если у тебя, в принципе, ну каких-то, ну, в принципе, супер заслуг не было? То есть ты работала, там, переводчиком, да, хороший экзамен. То есть ты, ну там, каких-то, чего-то прямо такого экстраординарного у тебя не было. За счет чего выбрали именно тебя? Нет, ну, мне кажется, было. А, им очень важно, чтобы у тебя были, знаешь, вот такие все неклассные занятия. Чтобы их было очень много. У меня их было очень много. А у меня... Потом я играла на трех инструментах музыкальных. Это тоже важно. Я тогда знала языки, как бы, ну, побольше они были в практике. Потом я еще ходила в МГУ на курсы. Ну, просто даже не на курсы, а на лекции. Им это тоже очень понравилось, потому что, если ты как бы после школы, ну, после школы ты не учишься, но ты ходишь на какие-то там лекции в таком хорошем университете, это очень здорово. Потом у меня была стажировка в газете «Московский комсомолец». Оттуда у меня было рекомендательное письмо. Это тоже. Они как бы знали еще, что за газета такая, приемная комиссия. Там кто-то был русский. И они как бы, ну, сказали, что это большая газета, там, и это очень здорово. Вот. Потом рекомендации школы у меня были очень хорошие. То есть ты показала, что ты очень разносторонний человек, не только как бы очень хороший ученик, но и всем занимаешься интересным. Да, потому что я знала, что я только, ну, за счет вот такого я могу попасть туда, там, не имея самых лучших тестов и каких-то спортивных достижений у меня тоже не было. Вот я думаю, поэтому. Ну, потому что другого я не вижу. Ну, и потом эссе у меня были очень хорошие, которые я вот туда писала. То есть я им показала, что вот именно такой студент, как я, вот им и пригодится. Я буду хорошим для них положением. Настя, давай тогда к следующей теме перейдем. Вот нас также очень часто спрашивают, вот есть какие-то элитные вузы, условно, или школы, там, Лига Плюща, что-то такое. То есть они очень больших денег стоят, туда достаточно сложно поступить. За счет чего они такие элитные? То есть там как-то учат по-особенному? Ну, там, не знаю, какие-то необычные ученики учатся. То есть в чем причина такой вот их элитности, как ты считаешь? Ну, ученики там точно учатся необычные. Там, вот, в моей школе там были дети премьер-министров, президентов, каких-то больших бизнесменов. Ну, как бы тоже, не то, что это афишировалось, потому что это, ну, вообще, как бы считается не очень прилично, но ты когда уже с ними знакомишься, ты понимаешь вообще, что это за люди. И все равно это connection, то есть ты с ними дружишь, и вы потом общаетесь по жизни. Это такие связи, которые у тебя будут, ну, на всю жизнь, потому что мы вместе начали. Потом образование, я думаю, оно более глубокое. То есть я не училась в других колледжах, и я не знаю, как там это все происходит, но вот то, что было у нас, ну, насколько я понимаю, учиться было очень тяжело. Ну, прям знания вот какие-то такие давали научные, очень много требований. Ходить обязательно нужно было на все предметы, пропускать нельзя было вообще. То есть даже там нет такой системы, что ты можешь пропустить, но послать домашние задания. Ну, и возможности, конечно, потому что к нам приходили, у нас два раза в год были такие мероприятия, называлось это Career Fair. Приходили разные работодатели из очень хороших компаний и предлагали стажировки, потом уже работают. И ты там просто как бы ходишь, раздаешь всем резюме, со всеми разговариваешь, и они очень охотно берут студентов из таких университетов. Вот, например, сейчас я работаю в юридической компании, очень хорошей. Это такая международная корпорация, очень большая. И меня туда взяли совершенно без какого-то юридического опыта, просто вот с моим как бы вот этим образованием. Потому что все, кто туда пришли, у них была либо лоскул, юридическая школа, либо какие-то курсы. У меня ничего этого не было. Меня просто туда взяли, потому что им понравилось мое резюме, мой университет. И как бы они были готовы меня всему там уже научить. Им просто очень хотелось, чтобы я у них работала. Вот, такие дела. Я думаю, да, вот в этом дело. В связях, возможностях, в качестве образования, ну и в работе, в зарплате. Зарплата, которая у тебя как-то там будет. Ты поступаешь в Ливу Плюща, они смотрят вот на всю твою анкету, и они пытаются сначала понять, ты им нравишься, нет, они хотят тебя пронять или не хотят. И когда они успели решение, брать тебя или не брать, они уже потом смотрят на твои финансы. Ну, а почему тебе в Америке нравится? Я не знаю, мне как-то всегда вот хотелось. Даже когда, ну, было какое-то внутреннее такое интуитивное чувство. Даже когда я еще не приезжала сюда ни разу и понятия не имела, что такое там Америка, Нью-Йорк, учеба здесь. У меня было какое-то такое внутреннее ощущение, что вот это именно мое место, мне здесь понравится, мне здесь все получится. У меня здесь будет больше возможностей. Я до сих пор на самом деле думаю, что... Ну, это лично мое мнение, что здесь возможностей для развития больше. Мне кажется, если ты тут очень-очень стараешься, то у тебя все должно получиться. То есть не обязательно иметь какие-то связи, чтобы чего-то добиться. Мне так кажется, не знаю. И поэтому мне просто нравится очень эта система, что так вот можно по-честному учиться, потом работать, и все, у тебя будет в жизни хорошо. Ну что ж, надеюсь, это интервью было интересным. И теперь вы понимаете, что какой большой конкурс, чтобы поступить в университет Лиги Плюща, а уж тем более поступить в Лигу Плюща с грантом на обучение. Если у вас остались вопросы к нам по образованию за рубежом или к Анастасии, пишите их в комментарии, мы на все вопросы отвечаем. И подписывайтесь на наш канал. Увидимся с вами в следующих роликах.